всем привет с вами надежда на моем канале страничка надежды я очень надеюсь что меня слышно сейчас я себе насыплю сахар в свое лапце без кофеиновое отпушу свой вкусный шоколадный круассанчик и немножечко продолжу тему тему визажистов того как выглядит женщина нужно ли или не нужно ей ходить к визажисту а следить за собой в чем выносить мусор важный важный вопрос вот эту тему я хочу продолжить кто не смотрел предыдущее видео посмотрите я там высказалась почитала комментарии мне там посоветовали визажисту идти и как бы если я буду за собой следить то как бы мужик вернется в таком духе я вот это отвечала только я это чувствую только я это вижу и ну понятно что кто-то начал просто откровенно хамить и выдлячить комментариях есть такие их слава богу очень мало буквально на этом один может быть два человека стал издавать неприличные звуки не понимаю что этим самым он не меня как-то оскорбяет или обижает а он всегда показывает у меня тальский завтрак быстренький и такая вот булочка шоколадный круассанчик такая вкуснятина в общем что я хочу сказать люди разделились так сказать на два лагеря но я неадекватных не беру вообще в расчет я адекватных людей которые умеют культурно общаться значит один лагерь который стал да он согласен что во первых мужчину не удержишь тем что ты там за собой следишь ну это факт потому что сколько женщин которые следят за собой и выглядят хорошо и все а мужчине что-то надо такое эдакое что-то его не устраивать он все находит то есть мы понимаем что внешность она не первичная ну и второй лагерь людей скажем так наверное правильно лагерь потому что мы же не боремся мы не лагерь против лагеря а просто обсуждаем тему ну как бы другие вот люди высказали что в таком ключе что вот правильно нечего типа ходить в растянутых трениках выкидывать мусор надо всегда быть при параде и так далее я считаю должна быть золотая середина вообще в гардеробе любого человека неважно мужчины или женщины не должно быть растянутых трениках какой-то одежды который не отстирывается которую невозможно зашить не штопается да там какая-то неопрятная не по размеру вот я могу сказать про себя у меня в гардеробе нет вообще никакой грязной одежды никакой растянутой никакой порванной какой-то вот такой вот сказать неприличной неправильно мой взгляд конечно слово используют сейчас и неприличное да но вообще неприлично это что то что идет в разрез какими-то моральными ценностями в на мой взгляд неприлично это вот найти ну ходить галышом вот вот неприлично а неприлично разрез на одежде такое что грудь вываливается или там такие штаны низкие что попа торчит а вот неприлично а про одежду которая как бы вышла из строя у меня язык не поднимается сказать что она неприличная она просто неопрятная она просто некрасивая так вот у меня такой одежды в моем гардеробе ее просто не существует возвращаюсь к той же теме когда я копаюсь в огороде и мне постоянно пишут о том что мне надо одеть какую-то грязную рабочую одежду мне это непонятно потому что а почему нужно работать в грязной неприличной работе грязные неопрятные одежды почему нужно работать в такой одежде люди также не понимают что человек может работать у него может быть вот это вот красивого платья или одежды какой-то до красивой быть не одна пара люди видно не понимают что у женщины может быть Не одно платье, а два, три, четыре, пять. И она в этих платьях и картошку может копать, и на выход пойти. Ну, то есть, почему нужно обязательно картошку копать в растянутых трениках? Опять же, услышите меня, мой верю, у меня нет цели, идеи кого-то осудить, кого-то куда-то ткнуть, уколоть. Я просто рассуждаю на эту тему, опираясь на комментарии. В общем, в комментариях идут баталии, ну, громко сказать, да, баталии, не прям как баталии. Но люди, говорю, разделились на те, которые за визажистов, на то, чтобы Надя накрасила брови, ресницы, губы и, наконец-то, одела штаны. И те, которые считают, так как считаю я, что это все, во-первых, не важно, во-вторых, у меня прекрасные брови, у меня прекрасная внешность в том плане, что... Ну, накрашу я вот брови, накрашу я ресницы, губы накрашу, и что? Это уже буду не я, а я вот такая, как я есть. У меня светлые брови, абсолютно белые, вот, абсолютно белые. Светлые ресницы, вот такой вот и родилась, и я себя такую люблю. А погода у нас сегодня дождливая, холодная, градусов, наверное, 10. Вот такая вот погода. А я иду к машине, вот она моя пандочка. Как на улице не холодно, не жарко, в смысле, не холодно. Ну да, в принципе, не холодно. Заключу мотор, чтобы машина грелась. В общем, я высказала свое мнение, я остаюсь на своем, вот, на своей, как бы, точке, что вот это все накрашивание лица, оно не влияет ни на что. Я понимаю, еще раз говорю, тех женщин, которые это дело очень любят. Я абсолютно не против того, чтобы люди красились. Я не хочу краситься, и я не хочу, чтобы мне навязывали покраску бровей, приклеивание там ресниц, покраску губ или еще что-либо. Я знаю, что я выгляжу как нормальная женщина, как нормальный человек, опрятный человек. Запотевает машина. Еще раз говорю, у меня нет никакой одежды неопрятной, какой-то порванной. Поэтому в неопрятном каком-то виде вы меня точно никогда не могли видеть. Вся моя одежда, она опрятная. И уж точно она вся приличная. В неприличной одежде вы меня никогда не видели. И да, я копаюсь в огороде в таком же платье, как я хожу в доме, как я иду в гости, как я отдыхаю в кафе, иду в том же самом платье. Да, у меня этих платьев много, они одинаковые, какие-то одинаковые, какие-то очень похожие. Но вот хороших платьев у меня большое количество. И в них я и картошку копаю, и еду в аэропорт, и иду в гости. Я живу в этих платьях, и я не понимаю, почему у меня должны быть какие-то порванные грязные одежды для того, чтобы копать картошку. Нет, я понимаю, когда были времена тяжелые с одеждой, и так просто вещи невозможно было достать. Да, наверное, тогда было целесообразно всю одежду, какая вообще есть, ее всю оставлять. Дырки, не дырки, отстирывается, не отстирывается. То есть всю абсолютно одежду, ее оставлять, и какую-то более хорошую на выход куда-то, плохую где-то в огороде копаться. Наверное, я могу представить, это может быть оправдано, но мы живем сейчас в другом мире совершенно. У нас у всех шкафы ломятся от одежды, правильно? Правильно. Вот посмотрите на свой шкаф и приблизительно оцените, вот вам до конца жизни хватит этой одежды? Вас, когда в гроб положат, вот этот шкаф одежды, он куда пойдет? Кто его будет носить? Кому ваши наряды достанутся, или кому они вообще нужны будут? Зачем их хранить? Почему их не носить? Я понимаю, что у меня много одежды, и когда меня закопают в гроб, она будет никому не нужна. Ее выкинут на свалку, а я ее буду хранить? Во-первых, не надо огромное количество одежды. Во-вторых, ее, конечно, надо беречь, как любую вещь в своей жизни. Не поймите меня неправильно, поймите меня правильно. Я не призываю, что мы не должны к вещам относиться бережно. Конечно же, бережно должны относиться к любым вещам. К машине, к одежде, к детям, к людям, вообще ко всему относиться бережно. Ну, что касается одежды, мне кажется, некоторые люди попытались в комментариях передергнуть, якобы, что вот, человек должен быть опрятный, а ты говоришь, что ему не нужно к визажисту, и не нужно краситься и прихорашиваться. Нет, я совершенно другое говорю. Прихорашиваться, мыться, чистить зубы, мазать им морду кремом, чтобы кожа не шелушилась на руках от какой-нибудь, не знаю, моечного средства. Надо кремом мазаться, надо перчатки одевать. В земле копаешься, надо перчатки одевать, чтобы занозу не получить, чтобы руки не сохли. Это все обязательно надо. Если ты вот поковырялась в земле, и у тебя руки сухие, обязательно надо помазать кремом, чтобы они были мягкие. Пяточки, пяточки должны быть мягенькие. Не надо ждать, когда там какие-то, не знаю, там коросты-наросты, трещины или заболевания грибки или еще что-то. Конечно же, это надо ухаживать за своим телом. Тело – это храм для души, и за ним надо ухаживать. Я говорю о другом. Я говорю о том, чтобы пойти, что идти к визажисту для того, чтобы он из тебя сделал не тебя, и чтобы твой, как написали мне, мужик вернулся. Вот я, например, против этого. Когда ты понимаешь, что там ты хотела бы, ну какая-то женщина хотела бы, чтобы ее муж или там молодой человек вернулся к ней, чтобы он передумал свое решение, и она решает, что для того, чтобы он передумал, он должен увидеть, какая же ты красивая. И вот она начинает на себя накладывать слои красоты, штукатурки, помады, ресницы и вся такая вот из себя. Вот я против этого. Я не против того, чтобы женщины ухаживали за себя, так не только женщины, и мужчины должны ухаживать за собой. Ведь это касается не только женщин. Конечно же, приятнее находиться рядом с человеком, у которого пузико не лежит на коленках, который может увидеть, как не надо отодвигать свое пузо, чтобы увидеть свои ноги, или еще чего-нибудь увидеть, у которого просто в приличном виде, у которого изо рта не воняет, который причесан, я не знаю, там, зубы почищены. Но это же естественно. И тут дело не в мужчине или женщине, а вообще люди должны за собой ухаживать, чтобы другим людям было приятно рядом с тобой находиться. Но это другое. На мой взгляд, опять же, вот сейчас не хочу никого осудить, я хочу просто попытаться вот эту вот тему понять самой, попытаться с вами в ней разобраться. Тема того, что женщины накладывают на себя слои красоты, всякие разные слои, то есть хотят прикрыть свой слой каким-то другим слоем. То есть мне вот брови мои не нравятся, я на них наложу какой-то слой, и мои брови станут какие-то другие. Мне мои ресницы не нравятся, я на них наложу какой-то другой слой, и они станут другими. Губы мне мои не нравятся, я на них наложу слой, и они будут уже казаться, как будто бы мои губы не мои, а какие-то вот другие, лучшие. Или когда женщина идет, делает пластические операции, надувает губы, вкалывает там что-то вкалывают какую-то кислоту до вкалывают подкачивают там еще что-то такое на мой взгляд это проявление не любви к себе я в этом уверена на все сто десять процентов когда ты недоволен собой и ты думаешь что ты сейчас что-то с собой такое сделаешь и тогда не только ты будешь не собой потому что себя не любишь ты не хочешь быть собой а хочешь быть вот каким-то образом и вот этот образ то на себя одеваешь и тогда ты доволен собой не только это но и другие тебя полюбят за то что ты наконец-то не сама с собой стала то есть такое ощущение что любовь надо заслужить и люди пытаются ее заслужить мне иногда в комментариях пишут что надет так вот одеваешься как-то вот по старом одному ты вот так вот и как-то вот живешь как-то вот по старом одному это потому что ты себя не любишь вообще на самом деле наоборот я одеваюсь так потому что я себя люблю то есть моя одежда она продиктована не чужим мнением обо мне как я должна выглядеть она продиктована тем как я себя вижу как я хочу выглядеть как я чувствую как мне удобно жить потому что одежда по большому счету ее главная цель греть и прикрывать вторая цель конечно же выглядит как-то опрятно подчеркнуть свои половые признаки ну то есть грубо говоря есть мужская одежда и женская одежда я не ношу мужскую потому что я хочу быть похожа на женщину они на мужчину то есть она подчеркивает мои половые признаки да мне она подчеркивает то что я женщина кто-то хочет выглядеть как мужчина и не важно даже какой у него пол но у него есть такое желание у этого человека выглядит как мужчина он одевает мужскую одежду этот человек выглядит менее женственный более мужской ну и есть и мужчины которые хотят выглядеть женственно и поэтому они одевают женскую одежду мы сейчас не разбираем что есть хорошо и что плохо вы знаете что я вещаю на youtube вещаю из очень демократической страны поэтому поэтому мнение своего высказывать не буду но такие люди есть в общем главная цель одежды это прикрыть тело на мой взгляд на мой христианский взгляд пока по крайней мере у кого-то наоборот цель одежды это открыть что-нибудь такое посмотрите на мои достоинства ну что не такое да ну поэтому я говорю исходя из своего понимания то есть мое понимание такое прикрыть обогреть и подчеркнуть половые признаки половые признаки уже так не говорят но в общем вы поняли подчеркнуть мой пол вот так вот вот эти три основные как бы три три основные три основные причины как бы не причины а пункта по которым должна соответствовать одежда когда мне пишут что я себя не люблю вот вы не правы потому что три все три признака моей одежды присут моей одежде присутствует она мне комфортно и удобно именно поэтому я и хожу в платьях заметьте я даже в юбках не хожу потому что платье намного удобнее чем юбки когда я кормила ребенка до грудью тогда конечно я ходила в юбке по объективным причинам не будем сейчас оставаться подробностей но когда я закончила кормить я переодела в платье потому что это удобно и не говорите мне что удобнее копать картошку в штанах я с вами не согласна да конечно когда ты живешь холодном климате таком как россия да вот мне тоже надо в комментариях пишут вот переедешь в россию посмотрим как ты будешь в юбке ходить не понимаю что в юбке ходить это не значит что у тебя под юбкой ну голые ноги подробности если так входить да вот у нас сейчас на десяти градусов на улице было даже меньше было градусов 5 зимой было даже 0 и вы реально думаете что надя ходит с голыми ногами ну серьезно да вообще странный разговор да абсолютно странный разговор в 2000 как в 21 веке да женщины не понимают как можно носить женскую одежду они думают что в женской одежде ты замерзнешь неудобный вообще абсурд полный столетиями столетиями наши предки ходили в юбках в платьях копались в огороде в земле пахали землю а полы мыли все делали в юбках и тут вдруг настал 21 век вообще непонятно вот приедешь в россию в наш холод минус 30 вот посмотрим как ты будешь в платьях ходить в юбках ходить наших широтах только в штанах можно знаю вы это своим предкам расскажите они бы вас не поняли бы следующий пункт после удобности до одежды пункт то что он должен ну как я сказала закрывать да вот в моем понимании у тебя из шиворота когда ты наклоняешься к ребенку или там картошки у тебя не должно быть не должно такой ситуации что у тебя виднеется разные части тела которые пытаются выпасть просто перед глазами прям такие картинки и некоторых женщин которые носят такие вырезы что когда они наклоняются того гляди чего-нибудь выпадет на мой взгляд вот не должно такого быть и поэтому в своем гардеробе у меня такого нет потом руки у меня наверное все платья да они за локоть или в районе локтя ну на мой взгляд это правильно и длина платьев у меня нет ни одного платья который был бы выше колен опять же никому ничего не навязываю просто рассказываю своем гардеробе это вот что касается прикрыть тело следующий пункт начинать что прикрыть тело обогрев то чтобы оно было тепло я сказала что не обязательно одевать штаны чтобы было тепло есть разные методы наши предки ходили и было тепло и никто не отмораживался и третье это подчеркнуть свой пол ношу платье я не хочу быть похожим на мужчину именно поэтому я ношу платье кто хочет похож на мужчину пожалуйста носите мужскую одежду я опять же не буду высказывать свое мнение по этому поводу я так не хочу вот поэтому когда говорят что я не люблю себя это очень странно потому что я себя очень люблю именно мне кажется человек который любит себя он способен любить другого потому что тот кто не любит себя недооценивает себя не терпит себя не прощает себя он не другого человека к нему также относится он каких-то людей а буква баба когда бог богат варит а всех остальных считает ниже себя вот на мой взгляд это вот оно как-то связано не знаю как в общем вот такие вот у меня разговоры а на эту тему высказалась высказалась вы что же высказываетесь комментариях конечно не все культурно высказываются но те кто совсем уж не культурно они отправляются мирной мир бана рады частенько есть такие люди которые из этого бана потом выходят как выходят айкаунт создают новый и ненавистной надежде продолжают писать и прям ты видишь что стиль тот же самый это тот же самый человек иногда даже никнеймы не удосуживаются поменять на что-то на что-то другое прям так никнейм и оставляют так задом едет задом едет вообще странная ситуация ненавидишь блогера не терпишь не уважаешь не любишь и смотреть его слушать его невозможно ну просто невозможно смотреть на этот ужас но все равно смотрю все равно пишу а если меня в бан отправили то я делаю новый никнейм новый аккаунт и все равно прихожу к этому ненавистного блогеру сумасшествие сумасшедшим мире так ничего не видно там колеса только не оторвитесь ладно все мои дорогие зрители я погнала всем хорошего дня хорошего вечера когда вы там меня смотрите днем вечером утром вкусных печенье к чаю если кого-то обидела простите не хотела обижать хотела просто высказать свое мнение старалась как можно более корректно его высказать потому что реально по большому счету у меня нету никакого желания намерения кого-то конкретно ткнуть у колоде обидеть у меня есть желание просто на эту на эту тему высказаться вот и все то есть не обсуждать конкретного какого-то человека не вас не меня а вообще просто высказаться по поэтому поэтому на эту тему так что если у меня это не получилось и вы почувствовали что вы оскорбились я у вас прошу прощения не хотела не хотела не намеревалась ну если так получилось простите меня на этом всем пока до новых встреч